Я хотел бы покрыть три части. Это research integrity, то есть где мы это пытаемся применять, потом, собственно, про свой опыт с соревнованием по детекции генерированного контента и, наконец, в конце сделать такую overview, где мы вообще находимся и какие еще есть инструменты для детекции генерированного контента, ну, с уклоном именно в научную область. Ну, вообще-то это довольно долгая история. Появился mathgen где-то в начале 2000-х, и, в общем-то, это была такая мини-революция в research integrity. В общем, можно было с нуля публиковать статьи. Не только mathgen, это еще и sidegen, то есть генераторы математических статей и общенаучных статей. И, конечно же, были громкие истории, как эти статьи оказывались опубликованными, и, конечно, это много шуму наделало. Но это были довольно простые инструменты. Они описывались на прописанной грамматике, то есть, в общем-то, по некоторому шаблону ты генерируешь целую статью. Ну, и принцип такой, что если заслать сразу кучу статей в какой-то журнал, наверное, по понятным причинам, там, невнимательность ревьюеров, наверное, несколько из них пройдут и будут опубликованы, и, конечно же, это все сразу превращается в громкие истории. Потом, наверное, вы видели блог Андрея Карпатова в 2017, насколько я помню, про LSTM, и они с Джастином Джонсом тоже много экспериментировали с LSTM, тоже довольно убедительные статьи, пишутся прямо с нуля, и тоже часть из них были опубликованы. Давайте я немного пропустил представление. Я вообще-то работаю в Elsevier, и вообще в течение этой статьи я буду во многом говорить в паблишере, чтобы на всякий случай не потерять работу. И, конечно же, я объясню, что конкретно я делаю, и по большому счету, почему я все еще работаю в этой компании. И частично, кстати, я это покрываю в блоге New York Times и Telegram-канал одноименный, а он меня сам изменил на New York Times, New York Co, мой ник New York Co. Вот, там можно подробно прочитать про некоторые истории. Я буду рассказывать про то, как мы, в общем-то, со многими вещами боремся. Конечно же, Generative AI и ChatGPT, в частности, привнес очередные челленджи, то есть, как бы, с речечной интегрити и так довольно плохие дела обстоят, то есть, постоянно можно видеть, что какие-то бессмысленные статьи публикуются. Это не только про ChatGPT, это все было и сильно раньше. Про вакцины много всякого бреда, всякие там conversion therapy, там, недоказанные вещи, как бы все еще опубликованы. Но, конечно же, с ChatGPT и прочими инструментами, не только текстами, но и связанными с изображением, много всяких проблем. Ну, пожалуй, самые громкие истории с изображениями все-таки это WesternBlood в молекулярной медицине. Это техника, которая визуализирует протеины и их взаимодействие. И вот там прямо очень много фрода. На картинке слева здесь красным выделены участки, где данные просто скопированы. В WesternBlood с ними связано очень много retraction, отзывов, статей. И я тут привел Элизабет Биг. Это, ну, прямо самый известный такой сыщик, человек вообще с каким-то орлиным взглядом. Она способна вот просто по изображению этих протеинов взаимодействий моментально находить вот эти читинг, находить какие-то пересекающиеся куски. И она вручную, своими глазами, она проанализировала какие-то сотни тысяч статей. И, ну, в общем, это такой сыщик потрясающий. И, в общем, это довольно большая история. То есть многие... Это прошлось так катком прямо по очень многим журналам. И, ну, многие статьи просто сфальсифицированы. И, конечно же, далее и прочие инструменты вида text-to-image здесь не очень помогают журналам и, конечно, помогают читерам. Другая из таких нашумевших недавно историй – это исследователь из университета Кордобы, ну, который сообразил, что можно с ЧАД-ГПТ генерировать статьи прямо с нуля. А дальше еще есть такая вещь, как authorship sales. То есть, по сути, места в статье продаются. Ученый, один исследователь посылает статью в журнал, и дальше она идет через несколько ревизий, и потом вдруг в какой-то финальной ревизии статьи появляются там 10 новых имен. Вот. Это там в Nature статья, что это уже мультимиллионные обороты набрало вот такой бизнес. То есть эти объявления, они там прямо в Телеграмах гуляют, в Инстаграмах. Вот. Есть большие такие paper mill их называют, организации, которые продают эти места. Вот. Ну, и этот Рафаэль Люк наплодил, кажется, статьи с интервалом там в 37 дней, он плодил по статье на протяжении многих лет. Вот. Ну, его на этом поймали. У него афиляция, кстати, с каким-то российским университетом в том числе была. Ну, и вроде он сейчас благополучно устроился в Эквадоре в новый университет, и, возможно, продолжает заниматься тем же самым. Это две проблемы. Если немного затронут другие проблемы, то это перефразирование, и это большой вызов, большой челлендж для антиплагиата и инструментов типа Authenticate. То есть вообще-то можно перефразировать чужой текст, и, скорее всего, он пройдет все проверки, и можно будет это опубликовать как новый статью. Ссылочку я тут привел на SpinBot, ну, таких инструментов немало, в общем, куда можно скопировать кусок текста и получить перефразированный текст. Затронуло это и peer review, рецензии. Ну, понятно, рецензировать это не очень веселое занятие, и рецензии, в общем-то, тоже генерируются с ChatGPT, в том числе ссылки на литературу, references. То есть рецензия тебе говорит, ознакомься, пожалуйста, с этим списком литературы, ты по нему проходишься, а это все несуществующие статьи. И вот таких проблем, на самом деле, немало. И, да, генерация с нуля – это только одна из проблем. Вот сейчас вы видите тот слайд, о котором я уже говорил. MathGen, SciGen – в общем-то, это уже такие решенные проблемы. То есть для них есть очень хорошие детекторы LSTM и все, что дальше, вот с этим уже сложнее. И поэтому два вопроса – можем ли мы распознавать статьи, которые сгенерированы с ChatGPT, и чуть более сложный вопрос – должны ли паблишеры это делать. Вот, то есть паблишеров очень серьезно критикуют. И, конечно же, с ChatGPT новыми технологиями – ну, я тут говорю, конечно, как моя бабушка с ChatGPT, но мы понимаем, что под капотом там могут быть и другие генеративные модели. И вообще-то сама все языковая модель – это GPT-4 на данный момент, самая мощная. И чтобы сгенерировать статью, у тебя не обязательно этот диалоговый интерфейс. Ну, в общем, это такой удобный, конечно, термин для всех, по сути, для всех языковых моделей, которые могут произвести статью с нуля. И вот, оказывается, вопрос, должны ли паблишеры это делать, он не такой простой, и мы вернемся к этому вопросу в конце презентации. Retractions – это вот отзывы статей уже после того, как они опубликованы. Это такая довольно серьезная тема. Вот на графике справа показана статистика по ресурсу Retraction Watch. Количество вот этих отозванных статей, оно приближается примерно к 0,1%, то есть одна статья где-то из тысячи. Вот. Ну и довольно немало историй, когда статья явно там бессмысленная или явно там условно связывает аутизм с вакцинами, то есть что-то явно неподтвержденное, и тем не менее она еще не отозвана, и там целых 5 или 6 лет она уже опубликована, и все еще не отозвана. Вот. Это проблема, за это паблишеров сильно критикуют. И во многом вот эти отзывы статей и retraction связаны с бизнесом Paper Meals организации. Вот. На схемке, в общем-то, так условно обозначено, как это работает. Ну, в общем-то, есть автор, которому хочется опубликоваться, есть другой исследователь, который может ему помочь с фабрикацией данных, и есть какой-то агент посреди, то есть вот эта организация Paper Meals, которая от всех берет деньги и публикует несуществующий ресерч. Ну и, в общем-то, кажется, что все довольны. Автор получил публикацию. Вот тот человек, который здесь назван Forger, то есть зломышленник, он тоже какой-то процент получил от этого дела. И, ну, в общем-то, все довольны, но только, наверное, как бы сообщество пострадало от этого, да, потому что статью могут начать цитировать, она может как-то влиять, в общем-то, на другие исследования, а там может быть подлог данными или даже просто статья абсолютно бессмысленна. С этим довольно сложно бороться. И, ну, я довольно часто слушаю критику, что я работаю на паблишере. Вот, я, честно, насчет этого парился какое-то время. Перестал париться, когда я начал как раз тащить Data Science команду, которая участвует в этой гонке с Paper Meals. Ну, то есть, по сути, я, как бы, да, среди этих паблишеров кто-то должен это делать, но вот я за это взялся. Ну, конечно же, есть отдел этиков, то есть люди, которые занимаются таким анализом вручную, но они, по сути, завалены просто объемом. То есть здесь речь с этими Paper Meals. Я забыл сказать, что, да, вот тут все в процентах график, да, но абсолютные числа – это уже тысячи статей. Это уже переходит в десятки тысяч статей в год. Вот, то есть вручную пройтись по всему этому делу, отозвать статьи, но получается, что люди завалены, ну, и, конечно, Data Science тут прямо все на новый уровень может выйти. И частично я расскажу, как именно. Некоторые признаки вот таких статей, которые выходят из этих Paper Meals – это вот как раз-таки такие внезапные изменения в списке авторов, невалидные имейлы авторов, точнее целые домены, какие-то подозрительно активные авторы, которые слишком много публикуют, подозрительно продуктивные ревьюеры, часто цитируют гест-эдитора, то есть обычно часто при журнале есть какая-то special issue, то есть есть отдельная серия статей на какую-то узкую тему, и журнал может пригласить узкого специалиста из этой области, это гостевой издатель, получается, это guest editor, ну, а потом вдруг обнаружится, что в этой серии статей вдруг все цитируют именно этого guest editor или там узкий круг этих лиц. В общем, идет какая-то манипуляция с цитированием. А дальше, в общем-то, NDA, то есть это такая гонка вооружений, дальше, ну, это вот такие общеизвестные истории, но про все я рассказывать не могу, и тут, в общем-то, никто рассказывать не хочет, потому что это антифрод, да, если ты рассказываешь, как ты борешься с фродом, ты помогаешь злоумышленникам. Но, в принципе, вот какие-то вещи довольно очевидные, и с этим можно бороться. Ну, и тут еще немного про сложность нашей работы. Мы уже кое-какие такие виды анализа автоматизировали. Ну, понятно, вещи типа изменения в авторстве, это можно там простым SQL или на петончике, это можно быстро посчитать. Вот, какие-то вещи, связанные с машин-лёрнингом, конечно, намного сложнее, но, тем не менее, мы уже в нашей команде этиков показываем тысячи подозрительных статей. Если себя поставить на их место, на место этих людей, в общем-то, оказывается, это недостаточно, потому что, ну, все равно надо руками пройтись, все равно проверить, надо ли нам отзывать статью или нет. Ну, потому что бывают абсолютно валидные статьи. Я даже видел статьи, там, знакомых авторов, они прямо абсолютно точно нормальный автор, нормальная статья, но просто какая-то манипуляция прошла на этапе рецензирования. То есть, ну, условно, случайно казалось, что рецензент, ну, заодно он ревьюил эту статью и заодно заметили, что он еще там ревьюил 50 других за два дня, что подозрительно. Ну, такие вещи возможны, поэтому тут нет простых решений. Если у тебя хорошая статья и нормальные уважаемые авторы, но вдруг что-то произошло на этапе рецензирования, ну, это еще недостаточно, чтобы отозвать статью. И поэтому, ну, очень многие сыщики, конечно же, любят издателей критиковать, говорить, вот, там, тысяча подозрительных статей, вы должны быстро отозвать вот прямо за ближайшую неделю, но, к сожалению, все чуть сложнее. То есть надо дать автору возможность ответить, нельзя взять тут накатить machine learning и по результату прогнозов модели отозвать сразу там 10 тысяч статей. Это чуть сложнее. Хорошо, одна из известных проблем – Torch Thrasers. Это три исследователя, Гиом Кабанак, Сирил Лобей, наш соотечествен Александр Магазинов, обнаружили такой эффект, что, в общем-то, много несуществующих праз появляется в опубликованных статьях. Я тут привел Сиража Раваля, потому что, мне кажется, это очень классный, классный иллюстрирующий пример. Но он взял статью по квантомеханике, по сути, он ее сплагиатил, упер, и взял, поменял уставившиеся термины на их синонимы. И вот в квантомеханике есть Quantum Gates, вот эти вентили, по-моему, это по-русски, то есть операторы простых квантовых компьютеров, квантовых схем. Но он это взял, поменял на Quantum Doors, на Gates заменил на двери, и, в общем-то, это была одна из причин, как его поймали, то есть его просто явно поймали на плагиате. Но вот этот эффект, когда берешь уставившийся термин и меняешь слова на синонимы, вот это авторы назвали Torch Thrasers. То есть k-means clustering превращается в k-implies grouping, и, ну, там, прям в нижнем углу аннотация статьи, где прямо целый россыпь этих Torch Thrasers. Вот, но когда их прям много в статье попадается, это уже прям очень подозрительно. Они также, авторы этой статьи, по сути, это статья Open Call for Investigation, то есть они опубликовали и сказали, эй, паблишеры, дорогие, посмотрите, что вы публикуете, какое говно вы публикуете. Вы, как бы, наверное, должны это исследовать. Вот, и заодно они проанализировали Micro Processes and Micro Systems, это LC-верский журнал, и они обнаружили, что, во-первых, в нем целая россыпь этих Torch Thrasers, во-вторых, вот на картинке это просто число опубликованных статей по месяцам или по кварталам. И вдруг в 2021 году подозрительно это количество сильно увеличилось. То есть раньше, если публиковались там по 20, по 40 статей, сейчас, что это у нас, квартал, если раньше эти цифры были где-то 20-40, то потом резко это все подскочило там до 180 статей в квартал, и также эти статьи были приняты намного быстрее. Ну, то есть это явно такой признак того, что что-то там пошло не так. Они также, авторы этой статьи, опубликовали ресурс, по сути, это Web Dashboard, на котором они показывают статьи с разными проблемами, в том числе вот эти Torch Thrasers. Понимаю, что не виден текст. Ну, в общем, где красным показан список статей, в данном случае это LC-верские статьи, ну, то есть опубликованы в каком-то из журналов в LC-вере, и вот эти красные слова, это те самые Torch Thrasers, ну, и мы тут все специалисты в Data Science Machine Learning, мы сразу понимаем, что если мы видим k-closest neighbors, k-mean bunching, ну, как бы это сразу red flag, то есть не может человек, который пишет статью по Machine Learning, выразиться k-closest neighbors. Все понимают, что это k-nearest neighbors. и таким образом они проиндексировали где-то 8000 таких подозрительных статей, и вот эти Torch Thrasers, это не единственное, что они показывают, это самая популярная проблема в статьях на их дэшборде, но не единственная, вот дальше идут fit of clay, это цитирование несуществующих статей, и дальше, ну, там пониже, вот в правом нижнем углу я показываю диаграмму, пониже есть еще некоторые статьи совсем считанные с MathGen, то есть генерированные вот этим инструментом MathGen и SciGen, ну, их счетно, это буквально там пару сотен, это уже немного, то есть в целом проблема вот таких очень простых генераторов статей, типа MathGen и SciGen, она уже в целом решена, то есть детекторы очень хорошо работают. Но вот что делать с такими Torch Thrasers, вот это пока еще непонятно. И это вот первая часть была такой, обзор некоторых проблем в Research Integrity, и там, как мы пытаемся с некоторыми из них бороться, и вторая часть, это конкретно про соревнования, которые я организовал в рамках CoLink в прошлом году, и соревнования, собственно, по детекции сгенерированного контента. Простая постановка задач у нас была. Бинарная классификация, HumanGenerated, то есть кусок текста написан либо человеком, либо фейк в кавычках, ну, фейк – это, получается, он… как-то мы получили машин-леернингом, сейчас я скажу, как конкретно. F1 score – где-то 70% текстов фейковые, то есть не написанные человеком, и мы сделали тестовый выбор намного больше, чем обучающую, ну, в надежде, что это усложнит задачу. Данные пришли из, там, девяти источников. Во-первых, мы взяли вот эти проблемные статьи из конкретно этого журнала, Microprocesses and Microsystems, но в предположении, что они сгенерированы или что в них там какие-то проблемы. То есть мы действительно наблюдали в них вот эти Torch Phrases. До этого были некоторые признаки, что это подозрительный контент, но вот мы его взяли как фейк, потому что это прямо реальная проблема, это мы реально увидели с этим конкретным журналом. Конечно же, у нас нет никакого оракула, который нам скажет, сгенерирован какой-то кусок текста с помощью ML, с помощью каких-то простых техник, или он написан человеком, собственно, поэтому мы и решаем задачу. Ну, и вы можете представить, что довольно сложная задача вручную разметить такой большой корпус. Вот. Потом, ну, в противовес этому мы взяли более ранние статьи из этого журнала. Ну, это вообще был хороший журнал с большим импект-фактором, и статьи, опубликованные ранее, они, в общем-то, вполне себе написаны людьми. И дальше мы... Конкретно я взял общий, значит, набор статей на общие темы, мы... Ну, вот Sustainable Development Goals – это такая тема, которая покрывает много других. Голод, clean energy, чистая энергия, sustainable cities, то есть это как-то урбанистика. То есть это... Дальше просто взяли набор... Пункт 3 здесь – это просто набор статей на общие темы, и дальше мы над ними по-разному извращались. Суммаризация, генерация, перефразирование. Вот это все будет фейковая часть. То есть там берем, скажем, модель там Spagging Face по... Вот этот Book Summary, то есть по пересказу книг, и вот эти аннотации мы пересказываем. Получается, ну, то, что мы называем фейковым контентом, то есть это же выход из ML-модели. Дальше мы взяли SpinBot, это вот тот самый парафрейзер, доступен онлайн, просто берешь, да, загружаешь кусок текста, получаешь перевод, и, по-моему, на тот момент GPT-3 только недавно вышло. Мы, да, в фьюшот постановки мы тоже добавили GPT-3 генерации, где первое предложение подается как промт, и дальше продолжаем, по сути, пересказывать аннотацию. Посмотрел я на точность как раз в разбивке по этим источникам, но получается, что вот тут в топе суммаризованный, то есть получается перефразированный контент. Ну, вот первая часть прямо вообще 100% очень легко можно распознать вот этот суммаризованный контент, но это дальше мы просто поняли, что вот этот суммаризатор, он всегда начинает в одном стиле, то есть in this paper authors blah-blah-blah, this book is about blah-blah-blah. Ну, это, в общем, такой довольно простой паттерн, который легко довольно распознать. В итоге получается, что тут фейковый контент, весь сгенерированный контент, он более-менее, ну, там, весь не весь, но он лучше распознается, и в итоге уже даже оригинальный контент, вот для него уже там где-то только 57% в такой бинарной постановке задачи, ну, да, ну, модель я тут, правда, использовал самую простую, logrex с TF-IDF. Но это был, это просто такой небольшой инсайт, что на разные признаки разных моделей, генераторов, парафрейзеров, суммаризаторов, на них можно, в общем-то, оверфитнуть. Так и оказалось, в общем-то, я тут большой фейл написал сам себе, но в целом не сказать, что соревнование удалось, то есть мы что-то из него узнали, но в итоге на лидерборде мы увидели метрики выше 99%, ну, это создает такую ложную иллюзию, что задача очень простая, хотя в реальности она очень сложная. В общем, я выложил в качестве бейзлайна TF-IDF с логрегом, он там 82% получил, потом я выкатил соревнования, и потом только я получил последние результаты с айбертом, и он уже выбил 98%. Ну, можно сказать, что да, такой первый блин комом, но в итоге там 5 команд победили этот бейзлайн с айбертом, и, в общем, выводы, какие мы сделали, что, ну, действительно, получается, все модели, по сути, переобучились на данные соревнования, то есть, ну, в общем-то, довольно жесткий оверфит тут произошел, и мы в рамках соревнования не исследовали data drift, model drift, но мы там в независимых экспериментах видели, что да, вообще-то эти модели, обученные на данных соревнованиях, ну, как-то они не очень здорово обобщаются на новые данные. Ну, это, в общем-то, лучший выхлоп из этого соревнования, какой мы получили, это статья победителя соревнования, Доминик Розати, который там номер один на лидерборде, он, собственно, опубликовал в Cowlink статью, он сделал простую вещь, сгенерировал суперпохожий датсет, примерно такой же, вот здесь в табличке, вот этот DAG, Detecting Automated Generated Papers, вот этот DAGPUB22, вот это наш датсет в соревновании, а он сгенерировал похожий вот этот, Syntactic Scientific Passages, и, в общем-то, показал, тут у меня красная стрелочка, PUR показывает, что если обучиться на нашем датсете соревнования, а валидируется на очень похожем, но где использовались немного другие данные, немного другие модели, то все это падает до, там, 30% классификации, ну, то есть, в общем-то, можно даже, по сути, это, если инвертирует, то получится 70%, но, в общем, все очень плохо. Ну, и вывод общий, да, что, действительно, если мы обучаем, неважно на сколько большом датсете, детектор, который работает с конкретной моделью, там, с конкретным генератором GPT или с конкретным суммаризатором, вот этот Book Summary, Spagging Face, то, в общем-то, мы никак не защищены от того, что этот детектор вообще не будет работать с новыми моделями, ну, по сути, такой уязвимый вот именно к, то, что я назвал, к model drift. Кстати, в Computer Vision ровно такая же история, я недавно читал это у DL Stories, телеграм-канал Татьяна Гайцева, писала очень хороший пост подробный про такую же задачу с fake image detection, точнее, ну, generated image detection, и там ровно те же проблемы, то есть я вот читаю и просто узнаю паттерны один в один, то есть, действительно, мы с какими-то моделями мы обучились, мы можем распознавать, на других моделях это все ломается, и это очень похожая история в NLP. Третья часть у меня тогда будет короткий обзор того, какие еще детекторы бывают и что здесь вообще происходит в этой области. Их действительно довольно много. GPT-2 детектор, Zero GPT, Detect GPT, ну, и последний OpenAI Classifier. Я, пожалуй, покажу два из них. Вот здесь на слайде GPT-2, и ссылочка есть на демо. Но он довольно популярный и, в принципе, довольно неплохо работает. В том числе умеет находить перефразированный текст вот с помощью этого спинбота, с помощью этого инструмента. Но уже, пытаясь его применять масштабно, мы видим, что у него довольно много false positives. В случае технических текстов, там, если математика или химия, когда пошли формулы, довольно часто он false alarm кидает, и довольно он чувствительный к форматированию. То есть, если у тебя не голый текст, а там что-то чуть хуже, там референсы, какие-то ссылочки, списки литературы, ну, в общем, оказывается, это все сильно бьет по его качеству. И следующая версия у OpenAI, они его как-то назвали просто New OpenAI Generate Text Testifier, это как-то без какого-то названия. Вот мне нравится их подход, они довольно честно сказали, что у них полнота 26%. То есть, да, они пишут, они сравнились с предыдущей версией, вот с этим GPT-2 детектор. Ну, это уже GPT-3 детектор. То есть, он обучен, по сути, тоже на большом количестве текстов сгенерированных. Вот, наверное, это, да, GPT, которая версия 3.5, еще не 4. Но, по сути, да, подход такой прям в лоб. Берем много текстов сгенерированных в чат-GPT и много текстов, написанных людьми. И мы понимаем, что в будущем все сложнее и сложнее будет такой простой подход применить, потому что мы уже не знаем, где человеческий текст, где генерированный. Но, в общем-то, они обучили такую модель. И, ну, довольно быстро по Твиттеру пошли кеки с этими false positives, когда подают модель, подают текст Шекспира, и этот детектор говорит, что likely AI generated. Но мне очень нравится вообще подход, что они, по-честному, говорят, что у них очень низкая полнота. Ну, потому что, на самом деле, они порог классификации выставили очень высокий. То есть, это все в пользу точности, в пользу precision. Ну, понимаете, да, если в бинарной классификации поиграться с порогами, можно порог выставить на 99%. То есть, мы делаем прогноз, мы говорим, что модель сгенерирована алгоритмом, только когда мы прям очень-очень уверены. Тогда полнота падает, вот она у них упала до 26%. Но даже при таких требованиях к точности все равно, конечно, false positives бывают, вот в том числе с поэмами Шекспира. Вот. Я пока не видел API, да, то есть у них доступна демка. Она, кстати, работает только с минимум 1000 characters на входе. То есть, ну, это как минимум 200-250 слов требуется, чтобы начать делать прогноз. Конечно, тут, да, чем длиннее текст, тем проще его классифицировать. Но они утверждают, что моделька работает сильно лучше, детектор работает сильно лучше, чем предыдущий. Тем не менее, проблемы остаются в целом со всеми детекторами. Основные проблемы – это, конечно же, explainability, интерпретируемость, как и везде. В общем, уже довольно немало экспериментов проводились с людьми, оценивающими этими текстами, в том числе вот с представителями таких ethics, publishing ethics groups среди издателей. Ну, если вот так вот ты видишь большой кусок научного текста, и у тебя там пометка likely generated или unlikely generated, AI generated, или какой-то скорти дают, там, типа, 66%, ну, это никто не любит, конечно же, не понимая, почему модель так решила. И, ну, это общая проблема в машин-лёрнинге, естественно. И для вот таких детекторов, по сути, это еще не решенная проблема. То есть, какой-то ресерч ведется. Ну, я пока не видел прямо прорывных исследований в explainability для таких детекторов. Потом вот этот модел и дата-дрифт очень сильно бьет по производительности. То есть, в принципе, это, понимаете, да, очень популярная тема уже, кто только не обучал свой детектор чат-дриптигенерированного контента. Но, как правило, это берут фиксированный набор статей и там прогнались по всем аннотациям, перефразировали их с чат-джепти. И вот у тебя датасет, ну, подход, в принципе, как и у OpenAI был, но только, как правило, в мелких статьях он такой менее масштабный подход. Взяли там 10 тысяч статей, еще 10 тысяч на их основе сгенерированные чат-джепти. И вот обучили классификатор, получили 95%. Ну, наверное, теперь, да, по опыту нашей стороны, наверное, в том числе, понятно, что это, в общем, так не работает. И я пока не видел статей, которые исследовали бы конкретно. Ну, точнее, статьи есть, но я бы не видел такого прям четкого решения, что с этим делать, как бороться с Model Drift. То есть что делать, если у нас в тестере-выборке новые модели, сумморизация, детекция, генерация. И что делать здесь с Data Drift, ну, пока прямо решений не видно. Ну, и есть статья, там, в том числе от Google Research, по-моему, Massachusetts и Google Research. Они показывают, что перефразирование может, по сути, поломать все детекторы, и в том числе Watermarking, техника, про которую я сейчас не успеваю уже рассказать. Но, в общем-то, она ломает все. Ну, они предлагают там решение, по сути, создать огромную базу сгенерированных текстов. И если делать лукап в эту базу, то тогда можно... В общем, они предлагают новый подход, поиск, по сути, в базе сгенерированных текстов. Но я немного не понял этот момент. То есть кажется, что таких сгенерированных текстов может быть бесконечно много. Ну, и есть статьи, которые показывают, что Authenticate – это самая популярная тулза по детекции плагиата, что довольно легко ее обойти тоже с перефразированием. Ну, теперь более сложный вопрос. Просто если представить, что у нас даже есть идеальный такой ChargeGPT-детектор, то есть прямо вот оракул у нас есть, который нам может сказать, это на выходе у нас с ChargeGPT или нет, но все равно нет ревиального вопроса, как его использовать и надо ли. Ну, то есть мне кажется, тут один простой аргумент, который я тут иллюстрировал, сейчас проиллюстрирую. Мне кажется, он один только этот аргумент все ломает. Ну, точнее, это контраргумент к тому, что вот мы должны обязательно построить такой детектор, должны обязательно, чтобы каждый эдитер, чтобы каждый рецензиент все это видел. В общем, и контраргумент довольно простой. Вот слева статья, которая полностью сгенерирована, может быть, какой-то более старой моделью, может, там, GPT-2 или вообще любая, может быть, это и GPT-4, и она полностью сгенерирована с нуля и вообще абсолютно бессмысленная, нонсенсикл. То есть, конечно, такое мы не хотим допустить. Но справа статья, которая просто переписана с помощью GPT. Да, мы все там не идеально английским владеем, и мы можем какие-то участки перефразировать. И вот для такого детектора, по сути, в обоих случаях детектор скажет, что эта статья сгенерирована с GPT. Или просто с ML генерирована. И, по сути, да, вот с помощью одного только такого детектора мы не отличим два вот таких сценария использования. И вплоть до того, что, в общем-то, Elsevier и Cambridge University Press разрешают использование чат-GPT для написания статей, в процессе написания статей. Но, конечно, там более сложная процедура, там надо советуется задекларировать, то есть описать, что да, я использовал этот инструмент и в каких целях. Но, конечно же, разрешают это только для как раз-таки как сервис Proof Reading. То есть буквально как Grammarly и как платные сервисы, где человек за тобой переписывает. Естественно, ну, мне кажется, в принципе, мне кажется такой подход разумным, потому что, ну, по сути, если ответить вот на следующий вопрос, можем ли мы распознавать текст, генерированный чат-GPT? На самом деле нет, и как бы сам OpenAI неплохо признался в том, что тоже не может. И вот эта гонка вооружения, она, по сути, продолжается. И учитывая это, по-моему, ну, мне кажется, довольно честно сказать, что, не, ну, мы не можем это все равно детектировать. Тогда вы можете использовать, но если вы использовали чат-GPT для просто как сервис Proof Reading, ну, можете по-честному об этом написать. При этом, конечно же, там было много кеков, что чат-GPT добавили в соавторы. Конечно, да, вот это не разрешает, то есть чат-GPT не может быть с автором. Другие издатели там, в том числе Springer, ну, ладно, точно не помню, но, кажется, некоторые прочие издатели сказали, что нет, вы не можете использовать чат-GPT. Ну, там, конечно, сразу в Reddit начинают тоже все это обсумеивать. Ну, а как вы поймете? Или там Stack Overflow пытаются сейчас бороться с чат-GPT, ну, потому что Stack Overflow, конечно же, ему нужны живые люди, не хочется видеть все эти генерированные ответы на вопросы, но тогда как бы можно с попкорном сидеть, смотреть и смотреть за тем, как они будут с этим бороться, потому что, ну, по сути, детекторов нет. И тогда финально вот этот вопрос, должны ли паблишеры что-то с этим делать? Конечно, должны, то есть, несмотря на то, что с чат-GPT пока у нас нету детекторов, но, конечно же, надо следить за ресерчем и что-то делать в этой области. Как я говорил, вот такой простой пример все ломает и говорит о том, что нам не надо сейчас, там, издателям, паблишерам, не надо сейчас бросать миллион долларов на то, чтобы построить такой детектор. То есть даже если бы был Oracle, все равно есть злоумышленники, есть один сценарий использования чат-GPT, а есть абсолютно безобидный сценарий использования. Но даже если строить детектор для более простых языковых моделей, типа чат-GPT2, это все равно уже может быть полезно, потому что, например, с GPT2 детектор вот помогает находить эти торч-фрезис, ну и да, если условно кто-то заслал статью, сгенерированную LSTM-кой из 2015 года, там, следуя к коду условно Карпатова, то, ну, такой детектор будет намного проще обучить и намного проще решить проблему его устойчивости, там, к другим моделям, к дату-дрифту и так далее. То есть ровно как в итоге появились качественные детекторы MathGen и SideGen, вот такие более простые, ровно так же в какой-то момент мы справимся с, ну, мы уже как сообщество справимся с более простыми моделями, но с LLM это, да, пока такой пресеч, пока в процессе. И давайте тут остановлюсь, отвечу на ваши вопросы. Текстовая версия доклада появится еще в моем блоге. Да, Георгий, спасибо большое, очень интересно. Там некоторое количество вопросов в чатике, первый вопрос был прямо от меня. Ты упоминал о том, что есть какие-то невалидные домены для почты, и это какой-то важный сигнал для антифрода. Почему это так, я что-то не совсем понял, в чем тут важность. Да, там эффект такой, что домены типа 163.com или там просто набор цифр и букв, условно, hash.com, вот такие имейлы видны как раз-таки в проблеме authorship for sale. То есть статья продается авторство, то есть появляется случайно откуда-то какие-то 10 авторов, которые не были видны в первичной версии статьи, и, как правило, вот у них просто такие подозрительные имейлы, и, ну, это неплохо бы, это такой, одна из фич Paper Mill. Также есть сервис PubPeer. Это сервис, ну, по сути, небольшой форум, небольшая соцсет, в которой пишут комментарии к статьям, ну, как правило, если видят какие-то проблемы в статьях, то там об этом пишут. И довольно много случаев, когда приглашенный вот этот гест-эдитор, у него тоже какой-то странный имейл, типа, вот, заканчивается на 163.com, вот, поэтому такие невалидные домены. Конкретно 163.com – это просто бесплатный китайский почтовик, типа, как у нас Mail.ru. Да-да-да, то есть, ну, действительно, просто генерируются одноразовые имейлы. И там, конечно, много вариантов, возможно, дальше ты видишь, что имя автора не соответствует его имейлу, и вот прочие такие вещи. Понятно. Ладно, спасибо. Леша спрашивал на Текен, то вот когда ты показывал график, там был пик в 15-м году, и почему он там был? Это хороший вопрос, я, честно, не знаю. То есть, там, кажется, это как раз период активности Элизабет Биг, вот этого сыщика, она нашла, она выкатила просто довольно большой батч статей вот с манипуляциями изображений. Почему их дальше стало меньше, я, да, честно, честно не знаю. Но это база, на самом деле, Retraction Watch, это база тех отзывов, статей, о которых известно публично. Вот, паблишеры, как правило, если есть доступ там к внутренним базам подозрительных статей или статей, которые должны быть отозваны, там, как правило, уже прям чистый рост без таких эффектов. То есть, на самом деле, ну, короче, если коротко говорить, на наших графиках виден даже экспоненциальный рост, а не линейный. То есть, это прямо вообще проблема. А вот такой вопрос второй тоже от Леши. А что, собственно, вот тут вот получается одна десятая процента и немножечко растет. Это как бы, это хорошо, это плохо или это вообще как? То есть, одна десятая процента – это норма? Сложная оценка привести. То есть, да, действительно, график показывает, что число таких статей растет. Ну, вроде бы это хорошо, то есть, издатели отзывают все больше, все больший процент каких-то плохих статей. Но также, да, я сейчас тут просто честно признаю, что график такси, то есть, на самом деле, я его, может быть, заставил. Просто хочется проиллюстрировать, что динамика положительная по количеству отзывов. Но тут нету абсолютных цифр, а абсолютные цифры, что, конечно же, не отозванных статей еще прямо, их количество растет просто дико. То есть, это статьи, которые как бы застыли в процессе передон, да, то есть, знаем, что в них могут быть проблемы, но мы не уверены, что они есть. Да, да, есть, да, довольно много статей, действительно, с подозрениями, вот, с этими allegations, они еще не отозваны, но уже на папир куча тредов, куча твиттер-тредов с проблемами, с указанием на проблем статьи. То есть, количество, процент отзывов статей растет, это хорошо, но это не показывает, как сильно увеличилось количество проблематичных статей. Тут, да, не хватает еще одного графика. Да, вот число проблемных статей растет, там, вот, действительно, чуть ли не экспонциально. Просто Леша приводит аналогию с тем, что это как график раскрываемости преступлений, то есть, это, как бы, с одной стороны, оно, наверное, хорошо, что он растет, с другой стороны, может быть, не очень хорошо, может, преступлений становится больше, как бы, непонятно. Да, хорошая аналогия. Пожалуй, да, вместо этого стоит показывать график с абсолютными цифрами, просто с количеством, да, проблематичных статей. И ниже их график тоже в абсолютных цифрах, как много из них отозвали. Да, да. А еще вот, еще следующий вопрос от меня, там, у тебя в качестве причин, вот, ты делал, был такой, не барчарт, а, ну да, барчарт с причинами, и одна из причин была fit of clay. Это я пропустил, и что это такое, вот, да, вот здесь вторая. Да, fit of clay – это цитирование несуществующих статей, то есть, вот, этот гигант на глине. Да, это, по крайней мере, согласно вот этому problematic papers screener, это вторая по популярности проблема. То есть, прям вот реально много людей цитируют несуществующие статьи, даже в ревью вставляют несуществующие ссылки, это для меня какая-то новая прям совершенно информация, я что-то как-то совершенно был незнаком с таким явлением. Да, я, честно, тоже не вникал, как они это детектируют, вот, да, надо посмотреть, почитать. Не менее часто манипуляция – это, конечно, когда ты просто цитируешь тех людей, которые тебе заплатили. То есть, вот, манипуляция с индексом Хирша – это, конечно, тоже очень популярно. Не, ну, цитирование людей, которые тебе заплатили, это, в общем, я могу понять, и, как бы, даже мой нулевой опыт в нарушении закона говорит о том, что это должна быть рабочая схема, да, что, как бы, ну, тут детектировать сложно, а профит всем очевиден. А вот, как бы, в чем профит цитировать несуществующие, как-то я затрудняюсь. С цитированием проблемы, да, когда вне контекста появляются цитирования. Да, зачем, действительно, зачем нам несуществующие ресерчи цитировать? Я сам это лучше разберусь, да. Да, 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 ну, предположение, что напить credibility, наверное. Я что хотел спросить. Дело в том, что у меня коллеги непосредственно прямо вот из моего отдела, они занимаются детектированием artificial text, только не научного, а general domain, хотя я думаю, что научный, в принципе, ничем в данном случае не отличается, на основании топологических фичей. То есть они берут большую языковую модель, считают ее attention'ы, и поверх них, соответственно, строят графы, и на этом графе считают себе какую-то топологию хитрую. Вот. Я просто к тому, что, если тебе интересно, можно еще в эту сторону посмотреть, может быть, что-то найдешь для себя. Не факт, что оно будет работать, но оно, кажется, достаточно неплохо обобщается. Это мое, так, чисто вбросите комментарии. Спасибо, да, я видел очень похожую статью, и, да, есть сейчас первый автор там Лаида. Лаида, да. Лаида, да, это ты вот про эту статью говоришь? Да-да-да, это, собственно, моя коллега непосредственно. А, все, понятно, да. Видел статью, честно, не читал пока, но да, обязательно, обязательно посмотрю. И Лаида, да, тоже в телеграм-канале довольно много про это пишет и про разные истории. Вокруг, по сути, решечь интегрити и мошенничество с этим связано. Да, она довольно активна в этой сфере. Да, она активна, там, если что, подписывайтесь на ее канал тоже, по-моему, он называется «Техножрица», по-моему, да. То есть такое. Вот. Там Катя Артемова тоже в соавторах, которая ex-Черняк. Вот она тоже сформировала по этой теме как раз. Да, то есть тоже. Ну, Лаида с тех пор еще две статьи написал на эту же тему, то есть развивается история, можно посмотреть. Да, хорошо, да, с Лаидой пообщаюсь на эту тему. Вот. Я тут все болтаю-болтаю, может, какого-то еще вопроса есть? У меня про Айри другая cool story. Я тут детектировал вот эти все paper mill'ы. Есть одна огромная вот эта организация из России, они сидят прямо в Москва-Сити, они называются «Международный паблишер». Про них уже были разоблачения вот на этом самом «Retraction Watch» и всякие сыщики про них писали. Так, сейчас, как они, 1, 2, 3, какое-то название, типа 1, 2, 3, 1, 2, 3, me.ru. Это, вообще-то, онлайн-магазин, то есть, типа, там, это, Озона, и просто заодно они продают статьи. Они, там, иронично пишут, что все остальные мошенники, у нас гарантия качества, значит, в списке журналов у них все топовые – Nature, Lancet и все прочие. Ну, вот это для нас сейчас такой следующий челлендж, то есть, ну, следующим делом надо посмотреть на самые престижные журналы. Ну, Elsevier принадлежат Lancet и Cell, это такие супер-топовые журналы, но и даже если в Twitter почитать, там видно, что не все так чисто с Lancet. Вот такие тоже какие-то подозрительные манипуляции вот этих эдиторов, издателей. Вот, и я, в общем-то, сейчас, наверное, я в какой-то момент лучше тормознуть запись, но, в общем-то, я обнаружил, что там довольно много российских соавторов идут с китайскими в перемешку. Причем там как бы по темам статей тоже все, не обязательно все прямо матчится. Экспертиза автора плюс экспертиза соавтора плюс экспертиза, sorry, плюс тема статьи. Вот, если такие тройки посмотреть, то, в общем, там не очень все здорово. Возможно, это как раз-таки идет из этой Paper Mill. Вот, и, короче, в том числе я там видел довольно уважаемых людей, которых мы знаем, в том числе из Aerie. И, ну, это, ну, это скорее иллюстрация к тому, что все это дело не так просто, как кажется. То есть все равно нужно ручками идти, проверять, разбираться. То есть это не так вот берешь и... Ну, потому что я вижу там статьи наших коллег, это явно хорошие статьи, вот, они там, ну, там, про Q-Learning там что-нибудь. И то есть видно, что нормальные картинки, нормальные таблицы, нормальный текст. То есть просто кто-то из ревьюеров оказался то ли в рот, то ли мошенником, то ли просто, ну, вот он настолько продуктивен. Короче, дальше надо разбираться. Вот, и поэтому как... Шерик. Да, давай. Извини, я просто подумал, а может быть тут вот насколько вообще вероятен такой кейс, что какие-то люди просто добавляют себе в соавторы какого-нибудь там более-менее, ну, как бы известного ученого, не суперизвестного, не Хинтона, да, но какого-нибудь там, не знаю, там, из третьего ряда человека с хорошей... И как это называется... с хорошим именем, и просто за счет него пытаются продвинуть свою статью. Такого не бывает, что, типа, вот без ведома человека его статью... Я задал ровно тот же вопрос нашим этим экспертам в этике. Я так понимаю, сейчас нету способов вот эти пранкинг такой, по сути, предотвратить. То есть действительно можно написать, да, jeff.hinton.gmail.com, ну, или какой там имейл будет с тобой, и представиться Джеффри Хинтоном, да, и действительно подать статью. Вот, и... Ну, понятно, паблишеры крупные, там есть разные отделы, там кто-то занимается валидацией авторов. Вот, я тоже... Мне самому интересно разобраться, да, вот что настолько тупой и банальный пранкинг, он как бы что работает. Ну, видимо, да. Нет, ну, слушай, с Джеффри Хинтоном там еще как бы куда не шло, да, то есть там как бы могут заподозрить, но если там реально, там это не Джеффри Хинтон, а какой-нибудь там его студент, да, то есть все знают, что это его студент, но как бы его лично, этого студента знает три человека, да, ну, и... И как ты докажешь, это интересно. По-русски-то будет, ну да, вот когда, по сути, пранкинг, да, когда представляемся другим человеком, я так понимаю, это тоже пока еще не решенная проблема. Ну, это social engineering скорее. Действительно, тут проще бороться вот прямо с многомиллионным бизнесом вокруг этого дела, то есть одни только вот эти продажи авторства, если уже хотя бы с этим что-то сделать, ну, это уже, ну, то есть, понятно, тут можно сканить телеграм-каналы, понятно, ты все не просканишь, то есть, если где-то в WeChat в китайском объявление о продаже статей, ну, как ты до тут доберешься? По идее, можно, там же банально уже тебе пишут название статьи, говорят, вот она скоро будет опубликована там в таком-то журнале, там тебе название журнала даже указано. То есть можно, в принципе, все это поскряпать и тогда уже прокинуть этот сигнал уже издателям, ребят, смотрите, вот эту статью надо подрезать, вот, но, да, до всех WeChat'ов не доберешься. Ну, слушай, это очень реактивная штука, да, то есть это надо постоянно сканировать, и все равно ты все не просканируешь. Мне кажется, очень такое... Ну, пока, короче, меч выигрывает, пока еще, видимо, не вырос. Про Paper Mills, да, Леша пишет, избавь писально, очень, да, очень годно, запишем. Это неплохо, да. Неплохо. Вот, и ты правильно указал, да, что это реактивный процесс. Мы в нашем паблишере, мы, ну, там тоже благодаря вот этому, что вывели анализ на новый уровень, мы достучались до CEO, то есть сейчас там будет целое дело из 10 аналитиков. Вот, это уже прогресс. Ну, да, и вот эта женщина у нас, это publication ethics expert, она такая, ого, ничего себе, я в жизни не представлял, что буду нанимать людей, которые умеют кодить и там SQL писать, то есть мне всегда казалось, что этика – это такое дело. Макет слишком далеко, да. Да, больше доменная экспертиза, вот, а оказывается, что мир такой data-driven, что вот ей надо разбираться в питоне, ну, или хотя бы управлять такими людьми. Так вот, да, и мы большой отдел довольно растим, но действительно пока это все реактивный анализ, то есть в основном мы смотрим на опубликованный контент. И поэтому, ну, конечно, очень легко критиковать, там, вот статья уже три года висит, она явно там сгенерирована или там про вот эти сомнительные научные термины, вот. А до нее все еще не добрались. То есть действительно, чтобы такие случаи предотвращать уже на этапе сабмишн, да, то есть уже пока статья еще не опубликована, да, вот это куда мы движемся. И то, что я конкретно пичу и говорю. Ну, и, конечно, справедливый укор, что, ну, действительно, там, это немного не та история, которая напрямую деньги приносит, то есть это косвенно через репутацию, и довольно сложно людям доказывать, что на длинной дистанции репутация – это про деньги. Да, это очень такой неочередный процесс, к сожалению. Ну, тогда большое спасибо, Юр.